Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас видео обзор вот такого вот сыра рассольной лента. Фетос. Вот так он выглядит для салатиков. А идеально подходит для греческого салата. Так он выглядит. Покупала, конечно же, я его в ленте. Так, сыр рассольный. 200 грамм здесь у нас. Такой он плотненький чувствуется, коробочка. И давайте же его попробуем. Он упакован у нас вот так вот, по бокам здесь. И, наверное, срок годности в норме. Так, и давайте его откроем. Посмотрим, что же у нас там внутри. Такое вкусное или невкусное? Внутри он прям такой беленький. Как брынза. Нам понадобится тарелочка. Ложечка. И давайте ложечкой. Да что ж ты. Он довольно такой прям ломается. Кстати, он не очень прям жидкий. Он такой довольно на вид суховатый. Не как вот бывает иногда с жидкостью вместе. Такая брынза. Здесь вот такой он суховатый. Такой, видите, как... Может быть, кстати, так даже и лучше. Его можно нарезать кубиками. И в салатик. Он будет хоть лежать кубиками. А не как это обычно бывает. Режешь кубиками. В итоге салат размешивающий, как будто он с майонезом. Уже там никакой брынза не видать. Здесь, наверное, он будет нормальным. Так, давайте его попробуем. Что у нас там такое внутри. Вот так он выглядит на ложке. Пробуем. Он пересоленый. Сухой. И, честно говоря, я, например, люблю поесть ложками иногда просто. То тут пересоленый и ложками не особо поешь. То есть, это чисто только для салата. Но вкус такой брынзы присутствует. Ну, как обычно, мы называем все это брынзой. Фета там и так далее, да. Такой, знаете, довольно вкусный. Ну, в принципе, в салат, если добавите, то... Если не солить салат, то будет вполне нормально. Я, например, готовлю, я вообще ничего не солю уже. Уже привыкаешь к такому необычному вкусному вкусу. Ну, такой он вкусный. Но присутствует какой-то такой аромат немножечко непонятный. Какой-то такой. Суховатый. Ну, в принципе, мне кажется, он и должен быть суховатым. Посмотрим потом. Я еще в конце ролика покажу, как он получился в салате. Вернее, каким он получился в салате. Размажется он или останется кусочками. Это вот прям интересно мне. Я люблю, когда кусочками. Это очень вкусно. Давайте еще разочек попробуем. Раз тут есть маленький кусочек такой, небольшой. У нас с вами уже традиция пробовать дважды. Ну, такой, в принципе, вкусный, ароматный. Я думаю, что его можно покупать. Но дальше посмотрим, проверим, какой он будет у нас в салате. И тогда уже будем делать какие-то определенные выводы. Потому что найти, допустим, брынзу, которая остается кусочками в салате, которая не размазывается, ее найти, оказывается, очень-очень сложно. Поэтому посмотрим. Не переключайтесь. Салатик я сделала. Теперь будем с вами проверять наш сыр рассольный. Фета, фетос, брынзу. Кто как хочет. Так и называют ее. Так, сейчас попробуем его, наверное, сначала на тарелочку выложить. Потому что я хочу его порезать. Но разрезать целиком упаковку мне не хочется. А, во. Сейчас мы ее немножечко разломаем. Или, может быть, получится вот. А, ну, вот так вот кусочками. Да, давайте вот так его будем разломать кусочками. Ну, весьма, кстати, смотрите. Хотя вот по тарелке, вот тут вот видно, мазюки остаются. Но, в принципе, он, кстати, остается. Все. Подсолнечного масла, еще специй каких-нибудь. И будет. Так, давай сейчас еще попробуем. Так вот. Вкусно как, да? Выглядит. Пробуем. А в салате, кстати, он вполне даже такой несоленый. Очень такой ароматный и вкусный. Даже не заметила то, что он пересоленый. Такой очень вкусный. Хотя салат у меня огурец, помидоры и листья салата. И все, больше ничего не добавляла. Но весьма, кстати, вкусно. На сегодня это все. Смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика. Также смотрите наше путешествие. Которое появится уже вот скоро. В этом году оно тоже у нас было. Также смотрите обзоры на другие продукты. Из фикс-прайса, светофора, победы из обычных других магазинов. На всякие шоколадки, вкусняшки, консервы, печеньки и так далее. Обзоры на технику, живопись, фоны, кулинария. Где вы готовите вместе со мной. Это очень интересно. Разнообразные, необычные блюда. Также обязательно пишите свои комментарии. Пробовали ли вы такой сыр? Фетос. Как он вам? Обязательно оставьте свои отзывы. Внизу в комментариях, на ютубе, на моем канале. Обязательно. Ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Я все это стараюсь делать для вас. Чтобы вы посмотрели на той или иной товар. И подумали, стоит его покупать или нет. Что там может оказаться под закрытой упаковкой. Потому что бывает разнообразное. Попадает продукт. Обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ролик. Который уже выйдет завтра. У меня выходят ролики каждый день. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.